Привет народ, меня зовут Ренат Басыров и сегодня мы с вами разберем задание номер 4 УГП биологии. Давайте начнем. Орган цветкового растения, обозначенный на рисунке буквой А, является видоизмененным. Перед нами корнеплод моркови. Корнеплод моркови является видоизмененным корнем. Отвечаем 1. Далее. Каким образом происходит распространение плодов и семян у клёна? У клёна, вспомните, вот такие вот семена. У них есть крыльчатка и распространяются они при помощи ветра. Отвечаем 2. Расположение листьев на побегах по нескольку возле 3 и более называют. Первое очередным, второе супротивным, третье спиральным и четвертое мутовчатым. По 3 и более располагаются в узлах при мутовчатом листы расположения. Поэтому отвечаем 4. Фотосинтез протекает в клетках. Корней подорожника, мякоти плоды зелёной груши, семян капусты и листьев бузины чёрной. У бузины чёрной листья как листья, зелёные. Почему зелёные? Потому что там протекает фотосинтез. Отвечаем 4. Какую основную функцию выполняет изображённый на рисунке орган цветкового растения? Перед нами цветок. Цветок является генеративным органом размножения растения. Отвечаем 3. Какое из перечисленных культурных растений семейства злаки имеет в соцветии кисть? У большинства злаков, как правило, соцветие колос, сложный колос. А вот у растения овёс как раз-таки соцветие кисть. Представитель какого отдела царства растений изображён на рисунке? Перед нами изображён хвощ, соответственно, отдел хвощевидный 3. Развитие новых побегов у тополей после отпиливания, я так полагаю, верхушки происходит благодаря почкам. Верхушечным возобновлением генеративным спящим. Это происходит благодаря спящим почкам. Рассмотрите рисунок. Что изображено на рисунке под цифрой 1? Давайте полностью подпишем рисунок. Это у нас будет 2, а вот это будет 3. Итак, 1, 2, 3. Начнём с третьего. Под цифрой 3 у нас главный корень. Цифрой 2 мы обозначили с вами боковые корни. А вот под цифрой 1 корни предаточные. Предаточные корни всегда развиваются из побега. Предаточные корни. Отвечаем. 1. Далее. Разделение тела на корневую и побеговую системы характерно. Так. Характерно это для папоротников. Поэтому мы отвечаем 3. Главной функцией стебля является Так. Читаем вариант. Воздушное питание растений. Запасание воды и питательных веществ. Проведение воды и питательных веществ. И испарение воды. Ну, стебель в первую очередь проводит от корней к листьям воду и получается минеральные вещества. От листьев к другим частям тела органические вещества. Поэтому отвечаем 3. То есть проводящая функция. Далее. В современной флоре господствуют. Господствуют покрытосеменные или же цветковые. Какой буквой обозначена часть цветка, участвующая в привлечении насекомых опылителей? Насекомых опылителей привлекают яркие лепестки. Поэтому мы отвечаем 1. Какими жизненными формами представлены цветковые растения? Итак, у цветковых растений есть форма травы, кустарничков, кустарников и деревьев. Поэтому нам подходит ответ 1. цикл развития папоротника преобладает. Так. У папоротника, как и у других высших растений, преобладает спорофит бесполой поколения. Напомню вам, исключением из этого правила, так скажем, являются мухи. Дальше. У них преобладает гометофит. Укажите правильный перечень процессов и явлений, характерных только для растений. Читаю. Первое. Фотосинтез. Активное перемещение в пространстве. Дыхание. Здесь нас смущает активное перемещение. Убираю. Кровообращение. Сразу нет. Так. Третье. Дыхание. Фотосинтез. Испарение. Вполне возможно. Давайте оставим пока. Четвертое. Половое размножение. Паразитизм. Активные передвижения. Ну, опять же, активные передвижения. Методом исключения у нас остается дыхание. Фотосинтез. Испарение. Ну, опять же, характерно только для растений. Мне вот формулировка вопроса совершенно не нравится. Это как раз тот ответ, который у нас остается. Но таковы правила. Куда же деваться. Иногда приходится вот такие решения принимать. Что из перечисленного является приспособлением цветка к опылению насекомыми? Итак, здесь правильным является второй ответ. Насекомым нравятся крупные ярко окрашенные лепестки. Отвечаем два. Что из перечисленного является приспособлением цветка к опылению ветром? Пункты те же самые, что и в предыдущем вопросе. И выбираем четвертый ответ, потому что у ветроопыляемых растений, как правило, цветки бывают невзрачные, у них отсутствуют лепестки, у них отсутствуют чешелистики. Продолжаем. Важнейшим признаком классификации покрытосеменных растений является тип корневой системы, строение цветка и плода, листы расположения, продолжительность жизни. Ну, конечно же, строение цветка и плода. Ответ два. К высшим растениям относят те, у которых так, вернее, живут на суше, размножаются спорами, имеют листья стеблей, размножаются семенами. К высшим растениям относят и мхи, которые размножаются спорами, и покрытосеменные, голосеменные, которые размножаются семенами. Соответственно, не это. Живут на суше, в воде живут в том числе и покрытосеменные, поэтому у нас остается только один ответ. То есть у всех высших растений обязательно есть листья и стебли. Ответ номер три. Какой орган растения относится к вегетативным органам? Ну, вопрос очень легкий. К вегетативным органам относится лист, который не участвует в половом размножении. растения семейства бобовых богаты белками, так как они. Итак, все бобовые растения находятся в симбиотических отношениях с клубеньковыми бактериями. Бактерии фиксируют атмосферный азот, который является обязательной частью белка. Поэтому у них много белков. Есть ли у растения сетчатые желкования, то у него, как правило, первое, мочковатая корневая система, второе, две семидоли в семени, третье, цветок трехчленного типа, четвертое, неразвит главный корень. Чтобы ответить на этот вопрос, давайте мы вспомним строение, особенности строения двудольных. и однодольных растений. Так, первый признак, по которому мы будем сравнивать, это количество частей в цветке. У двудольных части цветка кратно четырем или же пяти. У однодольных они кратно трем. Корневая система. Корневая система у двудольных выглядит примерно так. Один главный корень и от него отходят боковые. Такая корневая система называется стержневая. У однодольных главный корень практически не выражен. Такая корневая система называется мочковатая. Так. Далее. Количество семидолей. Ну, судя по названию, у двудольных семидолей две, а у однодольных одна семидоля. Желкование листьев. у двудольных как правило пальчатые или сетчатые желкования, а у однодольных параллельные дуговые. Читаем снова вопрос. Есть ли у растения сетчатые желкования, то у него как правило. Судя по таблице, мы можем легко уже ответить. сетчатые желкования характерно для двудольных, а у всех двудольных две семидоли семени. Отвечаем два. В группе отделов водорослей относятся, читаем варианты ответов, все водные растения, одноклеточные водные организмы, растения, не имеющие корней, стеблей, листьев, растения, обитающие на дне водоема. Подходит нам ответ номер три. У водорослей тело не расчленено на ткани и органах. Нету тканей и органах. Тело называется слоевище или талом. Так, рассмотрим рисунок, что позволяет обнаружить данный опыт. Итак, данный опыт показывает нам присутствие корневого давления. То есть видим то, что отрезали побег и несмотря ни на что вода поднимается. Мхи относят к высшим растениям так, как они. Ну, похожий вопрос уже был. У всех высших есть стебли, листья, поэтому отвечаем один. Как питаются многоклеточные зеленые водоросли? Первое, усваивает азот с помощью ризоидов. Второе, всасывает корнями из грунта минеральные вещества. Образует органические вещества из неорганических и это ответ номер три. четвертый, поглощает всей поверхностью талома органические вещества из воды. Итак, здесь правильным ответом является третий, то есть все водоросли просто фотосинтезируют, то есть это процесс фотосинтеза, образования органических веществ из неорганических. Продолжаем. Бесполое поколение папоротника это это многолетние вистостебельные растения. Семенами размножаются читаем внимательно голосеменные покрыто семенные и отвечаем к высшим растениям относят те, которые имеют органы и ткани. Если данное видео было для вас полезным, поставьте палец сверху.